Здравствуйте! Время рассказать о главных событиях дня. Как обычно, мы подготовили для вас подборку самых актуальных новостей. Это программа «Телеобъектив». Меня зовут Павел Фитилев. Смотрите сегодня выпуски. Проба пера сегодня в Саратове состоялась репетиция торжественного парада победы. Подробности у Романа Гальперина. Нравится? А вот этот подиум, когда уклон идет к подъезду. С ремонтом в Саратове не заладилось. Дворы, сделанные по федеральной программе, в прошлом году продолжают разрушаться с подробностями Екатерина Молчанская. Не нужен им берег российский. Треть наших отдыхающих выбрали на майские праздники Турцию. Подробнее об этом в других событиях далее в «Хронике дня». На границе Средней и Нижней Волги сохраняется аномальное тепло. Подробнее о градусах в рубрике «Прогноз погоды». Прошлись строевым шагом по главной площади. Сегодня в Саратове состоялась первая масштабная репетиция парада, посвященного Дню Победы. В этом году в составе колонн пройдут расчеты воинских подразделений, ветеранских организаций, студенты высших и средних учебных заведений. Без заминки, конечно, не обошлось. Роман Гальперин отправился на театральную площадь и увидел все своими глазами. Без заминок, конечно, не обошлось. На то это и репетиция. Сегодня войска Саратовского гарнизона впервые прошлись по театральной площади. Всего около тысячи человек. Это парадные расчеты воинских подразделений, ветераны, полицейские, сотрудники МЧС и школьники. Принимал парад полковник Валерий Мишнев. По традиции он объехал колонны, поздравил 72-й годовщину Великой Победы. Правда, не обошлось без боев. Некоторые расчеты не дружно кричали традиционное «Ура!». Были претензии у принимающего парада «Мы» по прохождению колонн. Многие не держали ряды и шли не в ногу. Впервые в этом параде приняли участие казаки. В этом году они пройдутся по театральной площади стандартной коробкой. Это 64 человека. Восстановлена историческая несправедливость. Казаки как бы всегда были за родину, за землю, всегда охраняли рубежи и границы нашей родины, нашей земли матушки. Ну и как бы вот мы первопроходцы Донской казачьей войск. Это Люба. Впрочем, на то, чтобы исправить оплошности у участников парада еще есть время. На 5 мая назначена генеральная репетиция, но торжественный парад в честь Дня Победы состоится 8 мая в 10 утра. Спасибо. Роман Гальперин побывал сегодня на репетиции парада. В Саратове он, как обычно, состоится накануне 9 мая. Сегодня же прошла первая масштабная тренировка. И снова не справились. Сегодня члены общественной палаты области побывали во дворах, которые отремонтировали на федеральные средства. Асфальт там положили в конце прошлого года, но уже весной дороги и тротуары начали разрушаться. По этому поводу уже высказались председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев. Только после этого чиновники из городской администрации потребовали от подрядных организаций переделать некачественную работу. Последние сроки на исправление ошибок истекли накануне. Екатерина Молчанская тоже побывала во дворах, которые должны стать образцовыми. Из-за таких проверок ему скоро придется покупать новую обувь. Общественник Евгений Лузановский вновь отправился в рейд. Сегодня он ездит по тем дворам, где должны были переделать прошлогодний ремонт. Вообще безобразие. По-другому не назовешь. Просто безобразие. Это освоение денег называется. Не более. На огородной 87А не так давно побывал исполняющий обязанности губернатора. Валерия Радаева возмутила качество работ. Строителям дали срок до 1 мая. Они должны были переделать дорожки и устранить остальные недостатки. Но, как замечают местные жители, исправили только то, на что указал пальцем глава губернии. Если бы он не приехал, вообще ничего не было. Так бы в луже мы бы так жили. Дом 38 на улице Южная. Сюда губернатор не приезжал. Ремонт здесь сделали в конце прошлого года. Как всегда, не без недочетов. Самая главная проблема здесь – это грунтовые воды, которые заливают этот двор. До 1 мая строители должны были установить искусственный барьер, чтобы как-то решить эту проблему. Но сейчас единственная причина, почему здесь не стоят лужи – это вот эти мешки с песком, которые набросали сами местные жители. Дорогу осенью сделали. Она вам нравится? Нравится? А вот этот подиум, когда уклон идет к подъезду и вся вода в подъезде, очень хорошо? Жители дома 21Б на улице Тархова в способность чиновников мэрии контролировать происходящее в городе уже не верят. Их двор отремонтировали в ноябре прошлого года. Весной бордюры начали крошиться, дорожки у подъездов разваливаться, на проезжей части появились ямы. Из-за неправильности дела на ливневке здесь постоянно стоит вода. Те деньги, которые мы получаем, возможно, в следующем году уже их не будет. Это шанс, уникальный шанс, который нам предоставил Вячеслав Викторович Володин и Валерий Васильевич Радаев активно этим вопросом занимался. И этот шанс необходимо использовать, конечно же. И нельзя вот так раскидываться деньгами, которые достались при помощи колоссальной большой работы с федеральным центром наших руководителей. На каждый из отремонтированных дворов есть гарантийный срок в несколько лет. Претензии о качестве работ выставляет городская администрация под руководством Валерия Сараева. Она же должна следить и за исправлением ошибок. Но на сегодняшний день строители не выполнили своих обязательств по большинству объектов. Екатерина Молчанская, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив. Едва не оторвался. В заводском районе автоинспекторы преследовали «Ладу-Калину». Машина странно двигалась по дороге, а увидев патрульных, водитель надавил на педаль газа. Сотрудники начали погоню. Нарушитель попытался скрыться в одном из дворов, припарковался, заглушил мотор и спрятался в салоне. Но провести полицейских ему не удалось. Они задержали молодого человека. По их словам, от водителя пахло спиртным, а его салон был перепачкан кровью. Откуда она? Задержанный так и не признался. Расскажи, что ты убегал? Я никуда не убегал, домой ехал. Домой ехал? Не пил? Нет. Вообще ни капли? Нет. Наркоту использовал? Нет. Употреблял? Нет. Оружие есть? Нет. Приехали латать ямы, а теперь придется ремонтировать еще и дыру в заборе. На улице Большая Затонская произошла авария. КамАЗ протаранил металлический забор. По словам рабочих, они ремонтировали дорогу, укладывали асфальт. Самосвал не справился с управлением и врезался в заграждение. Водителю повезло. Мужчина отделался небольшими ссадинами. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Добавили зелени. В Саратове высадили новые деревья. Полсотни крымских сосен и голубых елей появились в Ленинском и Кировском районах. Места для саженцев опирали специально. Где-то аллеи были совсем пустые, а где-то прежние деревья устарели и нуждались в замене. Кристина Трушина побывала на акции, пообщалась с теми, благодаря кому воздух станет чище, а внешний вид приятнее. Эта аллея просто с иголочки. Городские активисты, представители администрации и компании Ростелеком вооружились лопатами. В сквере Победы высаживают колючих красавиц. Здесь появилось полсотни новых деревьев. Сквер довольно старый. Деревья посажены 30-40 лет назад и, соответственно, большинству из них требуется замена. Но это не только вот здесь, в сквере, вообще на территории города в целом. Поэтому вот такие акции, они просто необходимы. Крымские сосны, голубые ели и каштаны. Именно эти деревья выбрали для сквера. Саженцы быстро приживаются. Акцию приурочили ко Дню Победы. К посадке присоединились и местные жители. Дмитрий Проценко шутит, что теперь в сквере у него есть своя елка. Сквер является гордостью нашего района. Мы очень часто здесь бываем с семьей, с детьми. И деревьев здесь достаточно немного в этом сквере. Поэтому вот к сегодняшней акции мы были очень рады присоединиться. А сам я в ней участвовал. То есть мы посадили с семьей дерево. И, собственно, будем теперь приходить, смотреть, как оно растет. Данная акция приурочена к Дню Победы. Значит, направлена она на озеленение городских территорий города. Главная цель для себя мы видим, как я сказал, озеленение и улучшение экологической обстановки. Посетили активисты и площадку перед новой школой «Солярис» в поселке Солнечный. Учеников здесь примут в сентябре. А новый двор уже украшают 20 молодых елей. Это место не последнее. На счету организаторов уже деревья в детском парке и несколько городских субботников. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости Телеобъектив. Взаймы у народа. Российское правительство придумало очередной способ пополнения казны. Чиновники решили занять средства у населения. С конца апреля граждане могут приобрести облигации. По сути, это долговая расписка. Вы даете государству взаймы на определенный срок под оговоренный процент. Купить эти ценные бумаги можно в Сбербанке и ВТП. В первые три дня продаж облигации приобрели около 5000 россиян. Об условиях новой услуги мы поговорим с начальником управления продаж местного отделения Сбербанка Ириной Бетюцкой. Ирина, здравствуйте. Те, кто жил в Советском Союзе, прекрасно помнят, что такое облигации, а как они выглядят сейчас. Да, на самом деле, это не бумажная версия, как это было раньше. Облигации не обращаются на вторичном рынке, то есть их нельзя продать от одного физического лица к другому. Это документ на открытие брокерского счета. Дальше, какое количество у вас облигаций и что с ними происходит, вы можете посмотреть на специальном сайте, который вам даст наш специалист. Ну а какая выгода для граждан от облигаций? Данная облигация рассчитана на три года. Далее, каждые шесть месяцев вы гарантированно получаете купонный доход. Данный доход на вашу сумму вам может рассчитать специалист в банке, если вы обратитесь. Купонный доход составляет первоначально от 7% до 10,4% к третьему году. Сколько облигаций можно купить? Есть ли какие-нибудь условия? Есть определенные ограничения. Можно приобрести не менее 30 облигаций. Стоимость одной облигации составляет 1 тысячу рублей. То есть минимальная сумма вложений составляет 30 тысяч. Максимальная сумма вложений составляет 15 миллионов. При этом нужно понимать, что это инвестиции. То есть открывается каждому гражданину, покупающему облигации, брокерский счет. И за совершение сделки с ценными бумагами необходимо будет оплатить процент при покупке облигаций. Процент составляет он фиксированный, зависит от суммы от 0,5% до 1,5% единоразово. Понятно. Если сравнить облигации с привычным банковским счетом, в чем разница? По сравнению с депозитом, по депозитам застрахованными денежными средствами является сумма до 1,4 млн, которая будет гарантированно выплачена вам в случае каких-то непредвиденных событий с банком. В случае с облигациями до 15 миллионов. Спасибо. С начальником управления продаж и обслуживания местного отделения Сбербанка Ириной Бетюцкой мы обсудили, что такое народные облигации. Не обошлось без приключений. Гостям областного фестиваля тюльпанов, что прошел в области выходные, пришлось понервничать. В разгар праздников в толпе людей оказалась корова. Животное было без присмотра и стало нападать на отдыхающих. Предположительно, парнокопытное привели на выставку сельского хозяйства. К счастью, корову удалось быстро успокоить. Никто из гостей праздника не пострадал. Ну, наверное, людей много увидела, просто напугалась. Она там в загоне стояла. Первая часть выпуска завершена. Будет и вторая. Не торопитесь переключать канал. Смотрите далее. Ненужным берег российский. Треть наших отдыхающих выбрали на майские праздники Турцию. Подробнее об этом в других событиях далее в хронике дня. Какая погода ждет саратовцев завтра, 3 мая, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Здравствуйте. В среду 3 мая в Красноармейске, Марксе, Татищеве и Советском районе небольшая облачность. Кое-где возможны несущественные осадки. Ветер южный, порывистый. Ночью плюс 13, плюс 18. А днем до плюс 25. В Саратове и Энгельсе также возможен небольшой дождь. Температура ночью 14,18. А днем до 24 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 758 миллиметров в ртутную столбу. А метеорологи обещают, что начало недели будет по летнему теплым. А с середины ожидается понижение температуры. В народе же говорят, что дождь 3 мая всегда является предвестником хорошего урожая. Ну что ж, поживем увидим. Всего хорошего и до встречи. Мы снова в студии. Время рассказать о событиях в стране и мире. Ни Крыма и ни Кубань. Треть российских отдыхающих выбрали на майские праздники Турцию. Об этом сегодня заявили в ассоциации туроператоров. По официальным данным, туда отправились около полумиллиона наших сограждан. Путевки дешевые, говорят эксперты, до 12 тысяч рублей с человека. Отчитались сегодня и судебные приставы. Они не пустили за границу 2 миллиона россиян. В основном из-за долгов перед банками и по алиментам, сообщает ТАСС. О других событиях узнаем из хроники дня. С ним нас познакомит Роман Базан. Ром, тебе слово. Да, Павел, на Урале и в Сибири бушует огненный смерч. Так специалисты называют сильные лесные пожары. Они охватили Бурятию, Иркутскую и Челябинскую области. Стихия уже уничтожила несколько деревень. От полусотни домов остались печи до фундамент. По данным чиновников, в огне 150 тысяч гектаров тайги. У экспертов цифра в два раза больше, сообщает ведомость. Как загорелось, и тут махом. Думаю, что скорее бежать из дома. Но я сейчас ночевала у сына в Гаре. Здание за несколько часов американские ученые собрали 3D-принтер на гусеницах. Технику будут использовать для создания зданий на Марсе. Весит махина около 4 тонн. В будущем ее собираются отправить на Красную планету. На Марсе 3D-принтер сможет печатать по небольшому кварталу меньше, чем за неделю, сообщает National Interest. Попытался затеять драку в Петербурге. Бойцы ОМОНа предотвратили потасовку. В городе праздновали 1 мая. На демонстрацию пришел скандальный депутат Виталий Милонов. Народному избраннику не понравилось, что в колонне были представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Он попытался напасть на них. В конфликт пришлось вмешаться полицейским. Спасибо. Роман Базан рассказал нам о событиях в стране и мире. Вышли на старт. В спорткомплексе «Юбилейный» прошел семейный марафон. Спортсмены-любители выясняли, кто сильнее в триатлоне. Начали с тестофетного бега, а закончили уже в воде. Соревнования организаторы назвали благотворительными. Дело в том, что за каждую семью выступали воспитанники реабилитационных и детских домов области. Динар Дусалеева тоже побывала на турнире и поболела за участников. Семь команд по пять участников каждой. В скульптурном комплексе «Юбилейный» благотворительный триатлон энергии поколений. Спортсмены-любители выясняют, кто поедет на всероссийский финал турнира. Он пройдет осенью на Урале. Бег, велогонка и плавание, то есть триатлон в каждой команде, помимо родственников, воспитанники, реабилитационных и детских домов. За Моисеенко выступили двое. По словам главы семейства Дмитрия, помощники достали спортивные. Девочка-плавчиха, а мальчик-боксер. Мы приехали уже дети, выбраны были в каждую команду по двое детей. Раньше бегом занимался, сын боксом занимается. Жена так. Иногда бегает, на велосипеде катается. По словам организаторов, в самом сложном соревнованиях стала велогонка. Каждому участнику нужно было проехать по два километра. Справились все. После этого плавание, брасом или бутерфляем, значения не имело. Дистанцию взрослые и дети преодолевали кто как мог. Триатлон, потому что именно три различных упражнения, это бег, плавание, езда на велосипеде, позволяет наиболее ярко проявить командные качества. Мы проводим уже вторые наши старты. Будет достаточно много городов. Это будет Сургут, Уренгой, Оренбург, Рязань, Ставрополь. Победителем марафона стала команда «Линии жизни». В сентябре она поедет в Оренбург бороться со спортсменами-любителями со всей страны. По словам организаторов турнира «Энергия поколений», саратовцы – одни из фаворитов. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости, телеобъектив. И последние останутся без воды. Завтра в Ленинском районе Саратова пересохнут краны. Это касается жителей микрорайона «Техстекло». Сотрудники водоканала будут проводить плановые работы на водопроводных сетях. Под отключение попадут 170 жилых домов и 24 учреждения социальной сферы. В том числе детские сады, школы и поликлиники. И это все главные новости, о которых мы хотели рассказать сегодня. Я с вами прощаюсь. А вас еще ждет встреча с главным редактором Ильей Леонтьевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова